Сегодня поговорим о сказке. Поговорим. Учить русских детей без сказки как бы странно, да? Ну, конечно, естественно, со сказок начинать, ведь раннее чтение – это именно сказки. И многие утверждают, что не нужно учить на материале русских сказок, а нужно учить на материале сказок литературных, переводных, современных. Но что ты думаешь об этом? Я не знаю. Вообще, честно говоря, не знаю, но я думаю, что оставить ребенка все-таки без сказок – это как-то лишить его чего-то очень важного. Насчет русской сказки. Русскую сказку упрекают в жестокости. Ты знаешь… И, кстати, ты высказывала это мнение. Я высказывала это мнение. И поддерживала это. Да, я высказывала. Но я должна сказать, что я это увидела не сразу и не сама. Обратила внимание тогда, когда мне вдруг сказали, а какая все-таки русская сказка жестокая. А если бы тебе не сказали? А если бы не сказали, может быть, я бы и не обратила внимания. Не обязательно склоняться к этому мнению. Не обязательно склоняться. Я, например, с этим не согласен. Вообще, в сказке, во всяком эпосе много вещей суровых. Жестокости. Да, суровых. Суровых, да, пожалуй. Пожалуй, я бы сказала даже не жестокое, а суровое. Вот это лучше. И слово само суровое как-то гораздо лучше. Вот ты хотела сказать о сказке русской сестрицы Аленушка и братец Иванушка. Да, вот как раз сегодня, едучи к тебе, как раз ее перечитала. Ну и что ты подчеркнула? Ну, во-первых, я получила удовольствие. Давно забытое удовольствие. И я как-то вспомнила, как бы вернулась в то время, когда я действительно ее читала. Но сказка вообще, по-моему, чудесная. Что я подчеркнула, я так и затрудняюсь сказать, когда так мне в лоб задают такой вопрос. А вот удовольствие я получила. И думаю, что очень жалко, что я своему, да вообще своим детям этих сказок не читала. И думаю, что, наверное, это была, наверное, ошибка. Ну, вот сколько я наломал костей или дров, я не знаю уж чего, с этой вот книгой, вот она. Когда мне стали возражать, это все-таки учебник и хрестоматия, я сюда включил много русских сказок. И когда мне стали горячо возражать, что кому эти все печки, лавочки нужны, и вообще непонятно, что это такое, что такое там дровни, что такое печь, сковородка, да. Ну, сковородку-то, я думаю, дети современные тоже знают. Ну, а уж печь-то, конечно, русская печь. А я говорю, ну, хорошо, вы ратуете за более современные сказки. А вот вдруг из мамы, из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник. Умывальник уже тоже, умывальник уже тоже, да. Попробуй этот умывальник вообразить себе. Невозможно представить, конечно. Гораздо проще объяснить, что такое печка и как она ходит, и все это гораздо понятнее. А что касается сестрицы Аленушки и братца Иванушки, то я вам, ну, от чего стоят эти ее заплачки, этого козленка. Аленушка, сестрица моя, выплань, выплань на бережок, костры горят высокие, котлы кипят чугунные, ножи точат булатные. Точат, наверное. Хотят меня зарезать, да, думаю, точат, конечно. Хотят меня зарезать. У тебя очень реалистично получается. Страшно. Но ребенок нуждается, я думаю, в страшном. Да, конечно. Я думаю, что в страшном ребенок нуждается. Кстати, вот я читала недавно книжку замечательного детского поэта и педагога Вадима Левина, тоже харьковчанина, как и мы в прошлом. И он говорит о том, он, как и многие, говорит о том, что страшное в сказке как бы готовит ребенка к страшному в жизни. Ой. Да, да. И что, но он придерживается, например, другого мнения. Ему хочется, чтобы дети лучше читали что-то не страшное, похожее на страшное. Но вот что касается русских сказок, то я думаю, что как раз вот эта вот суровость, не жестокость, а суровость, все-таки я склоняюсь к этому слову, очень важна именно потому, что она показывает ребенку, что в жизни есть суровые, непростые, даже страшные вещи. О, сказка «Школа жизни». Да, это да. Круто. А вот «Волк и козлята» тоже моя любимая сказка. Тут мне ужасно нравится интонация этой сказки. Кстати, вот смысл нашей затеи, нашей беседы сегодняшней в том, чтобы что-нибудь подсказать полезное родителям, как сказки-то читать. По-моему, очень многие заинтересуются этим. Я хочу сказать, что надо ловить в том числе и страшное, и интонации. Вот, например, смотрите, какая разудалая интонация волка в этой сказке, «Волк и козлята», когда сожрал всех козлят, коза пришла. Ой, вы... Я, кстати, мелодии сочинил оперу. Я читаю. Да, у меня ведь, у меня все эти родители. Вы тоже пойте что-нибудь? Например, я придумал, что у вас, слуха нет. Тоже придумайте что-нибудь, музыкальное воображение какое-нибудь, мобилизуйте. А детям очень понравится, конечно, если будет это вдруг... И они со мной поют. Например, вот припевка «Козы». Козлятушки, ребятушки, отопри... Это не Брамс. Отопритесь, отваритесь, а ваша мать пришла, молоко принесла. Бежит молоко по вымечку, из вымечка по копытечку, из копытечка в осыру землю. Да тут последний эпизод я вообще даже не помню в тексте. Эх ты. Да. А когда Волк поет эту запевку, я оканчиваю так. Из копытечка в осыру землю. Дети, конечно, сразу понимают. Сключается ребёнок, да. Но вот я хотел сказать об интонации Волка. В конце, когда слыхал это, да, коза, когда она узнала о своей беде, как села она на лавку, начала горевать, горько плакать. Тут тоже мелодия. Ох, вы, детушки мои, козлятушки, по что отпирались, отварялись, а злому волку доставались. Услыхал это Волк, входит в избушку и говорит козе. Вот, слушайте, интонация, это же надо ребёнку передать. Что ты на меня грешишь, кума? Не я твоих козлят съел. Пол нагоревать. Пойдём лучше в лес, погуляем. Это интересно. Сказка очень богата вот такими вот орнаментами интонационными. Она прекрасна. А ведь дать детям понять, почувствовать интонацию. Что это живое. Да, это живое. Они поймут, вот именно эта сказка, она для них оживает благодаря такой интонации. Короче говоря, господа родители, мы вас, как ты сказала, два евреев встретились. И учат, как читать дети в русские сказки. Ну что ж, так вышло. Так вышло. Поэтому мы вам советуем настоятельно в сказку играть. Найдите в ней интонационные вот эти прелести. Да? Да, прелести интонации, прелести ролей, которые, может быть, даже если ребёнок уже умеет немножко что-то сам читать, он может даже сам прочитать немножко своей интонации, добавить, если он уже немного читает. А если нет, он должен услышать разные голоса. Родитель читает на разных голосах. На разных голосах. И в тот момент, когда ребёнок поймёт, что литературный текст, вот сейчас это на примере сказки, это вообще живая, потрясающе интересная игра. Мы сделаем огромный шаг в привлечении ребёнка к чтению. Верно? Да, конечно, без сомнений. Без сомнений, кстати говоря... Есть у нас время ещё? Да, у нас есть ещё немножко времени. Немножко, да. Я хочу сказать, что вот мне понравилось у Левина, что он говорит, что сказка, кроме того, что она в то же время и ролевая, и становится ролевой игрой, она становится текстом для совместного чтения. О! И обсуждения. Можно же потом поговорить о сказке. Да, да, да. Если она живая, значит, о ней можно разговаривать так же, как о том, что произошло, допустим, вчера во дворе с ребёнком, с кем он там ссорился, с кем дружил, с кем познакомился. Так же можно поговорить и о тексте, потому что он такой же... Не, не можно, не можно, необходимо. Он такой же живой. И читать её надо настолько живо, настолько эмоционально, чтобы этот разговор просто вытекал из этого чтения. Просто необходимо поговорить. Ну, что событие произошло, событие, сказку услышал, по-настоящему. Да, вот мы сейчас с тобой говорим, и вот мне ещё горше становится, что всё-таки сказки-то вот эти... Я детям не читала, хотя я читала другое. Я читала другое. И, в общем, думаю, что бесследно это тоже не прошло. Нет, конечно, не прошло. Но сказка всё-таки, наверное, в раннем возрасте вот такая сказка, наверное, что-то очень важное всё-таки ребёнку подала и даёт, и может дать. И пусть даст вашим детям. Да, но я всё-таки хотел бы ещё перескочить отсюда совсем недалеко, на литературные сказки. Но это уже другое, это гораздо более сложное и намного, по-моему, больше возможностей даёт. Продуктивнее. Да, продуктивнее. Я не уверен в этом, но обойти это не могу. Не знаю, сегодня мы затеем этот разговор, может быть, мы его продолжим потом, но начнём сегодня. Давай начнём. Я хочу сказать о сказке Пушкина, сказке о рыбаке и рыбке. И как я её решил в своём учебнике, и как я бы рекомендовал родителям, которые, конечно, будут детям читать эту сказку, да, как же не читать эту сказку. Замечательную такую. Да, замечательную такую немецкого происхождения русскую сказку. Да, это немецкого происхождения Пушкина из германской литературы её взял. Да, но неважно, это совершенно русская сказка, гениально написанная Пушкиным по мотивам немецкой сказки. Неважно. Я хочу сказать, что родителю, прежде чем он станет читать ребёнку эту сказку, надо вообще в ней самому разобраться, о чём эта сказка, где её зерно. Вот мне кажется, когда я выделил это зерно в этой сказке, этот нерв, эту самую пружину, стало всё ясно, и всё разложилось прекрасно на композицию. Короче говоря, в начале сказки, господа родители, читать я вам её не буду, хотя прочитал бы с наслаждением. Я, правда, рыдать начинаю, когда я её читаю, говорю серьёзно, голос срывается, потому что она меня жутко волнует. Вот, в этой сказке, вот смотрите, первый заход старика, вот эта вот кольцевая её структура чудесная, но не буду об этом говорить, я ведь не литературовед, это надо людям говорить, которые понимают структуру. Я думаю, что наша задача сейчас не в этом, не углубляться в именно чисто такой литературоведческий анализ, а в другом совсем поговорить, да. Смотрите, воротился старик к старухе, первый раз, вот он встретился с рыбкой, воротился старик к старухе, рассказал ей великое чудо, я сегодня поймал было рыбку, золотую рыбку, непростую. По-нашему, говорила рыбка, домой в море синее просилась, дорогою ценой откупалась, откупалась, чем только пожелаю. Не посмел я взять с неё выкуп, так пустил её в синее море. Старика старуха забронила, дурачина ты, простофиля, не умел ты взять выкупа с рыбки, хоть бы взял и так далее. Дальше вы всё знаете, но вот она диспозиция главная. Он говорит, не посмел, она говорит, не умел. Я думаю, что это вообще повод для серьёзного разговора с ребёнком, о современной нравственности. Не посмел, не сумел. Я думаю, что ребёнка этим разговором можно заинтересовать. Мы будем об этом говорить, да? Говорились? Да, поговорим об этом в следующий раз. Тут есть о чём поговорить.